Как бы ни менялась жизнь вокруг нас, сколько бы ни прошло времени, всегда в душе человека было и будет то, о чем никто и никогда не забудет. Вечные ценности. Главное из которых уважение предков и благодарная память об их великих военных подвигах. 2018 год для города героя особый. Прошло 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск у стен Новороссийска. 75 лет назад отгремели бои за Кавказ. В начале октября Краснодарский край ожидает масштабный праздник, о котором должны знать даже в самых отдаленных селах. На этой главной мысли в самом начале селекторного совещания с главами муниципалитетов края акцентирует внимание губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Юбилейный год победы должен остаться в памяти подрастающего поколения. Главы городов и районов докладывают. Работа по подготовке к празднованию 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершение битвы за Кавказ идет полным ходом. На данный момент в крае почти 2000 памятников военной истории обелисков приведены в порядок. В сентябре будут открыты еще 32 стеллы. Также в этом году было принято решение выпустить памятные медали к 75-летию освобождения Кубани. Ее должны получить все те, кто ковал победу в регионе в далеком 43-м. В Новороссийске сегодня проживает 200 участников Великой Отечественной войны. Четверо из них – участники боев за Новороссийск и Кубань. С особым вниманием относятся к каждому ветерану в городе-герое, отметил глава Новороссийска. На особом контроле стоит вопрос помощи и поддержки ветеранам. В настоящее время в городе проживает 200 участников Великой Отечественной войны, в том числе 24 из которых являются участниками боев за Новороссийск и Кубань. Ежегодно участники войны получают именные поздравительные открытки, памятные подарки и единовременную денежную помощь. Можно с уверенностью сказать, что в городе-герое патриотизм передается из поколения в поколение. Самый красноречивый пример – уникальная патриотическая акция «Бескозырка». Она объединяет не только абсолютно всех горожан, но и несколько тысяч неравнодушных людей, ежегодно приезжающих к нам со всех уголков страны. «Бескозырка» трепетно передает последующим поколениям подвиг матросов, высадившихся на берег Цемесской бухты в феврале 43-го года и положивших начало освобождению города от фашистских оккупантов. Юбилейную 50-летнюю акцию посетил и губернатор Кубани, дав высокую оценку организации и проведению «Бескозырки». Я думаю, у вас 50-летнюю, на самом деле, беспрецедентное масштабное действие. И уважаемые гости были, и всех очень трогало. И на самом деле, вы молодцы, что знаете, традиции, которые в городе уже до нас были созданы. Давайте мы их просто храним и передадим. Это же наше последующее поколение. Вот наша одна задача. Главы муниципалитетов заверили, все поручения губернатора Кубани будут выполнены безукоризненно. Масштабные патриотические акции должны поддерживать и укреплять интерес молодежи к истории своей страны. И побуждать подрастающие поколения быть достойными памяти предков. Ведь, как известно, будущее есть у тех, кто чтит и помнит свое прошлое. Александра Гришина, Андрей Супрунов, Новая Россия.